АПЛОДИСМЕНТЫ В 4-й школе 11-й класс немногочисленный, всего 26 ребят, но горячо любимый. С родными преподавателями выпускники расстаются, скрипя сердце и не стесняются это показать. Мы требуем оставить нас на второй год и обеспечить традиционно теплую атмосферу и большую любовь. Во-первых, очень грустно прощаться со школы, все-таки 11 лет, это родное место. Но с другой стороны, это что-то новое впереди, что-то интересное, неизвестное. Самое грустное, это расставаться, наверное, с учителями, которые столько лет уже с нами так привыкли и очень жалко. Всего в эти теплые майские дни шаг во взрослую жизнь делают более 2,5 тысяч выпускников 11-х и 9-х классов. 95 претендуют на получение медали. Для них последний звонок – это не только последние яркие моменты школьной жизни, но и начало нового тернистого пути. Хочу и желаю вам, чтобы у вас все получилось, дорогие выпускники. Но не забывайте своих уважаемых педагогов. Приходите к ним, рассказывайте. Для них это очень важно. Это дает им понимание того, что мы вместе, и вы вместе с ними строите вместе счастливую жизнь. В школе вы получили базу, вас, преподаватели, научили труду, учили работать качественно, добросовестно, научили прилижать, научили добывать знания. И в будущем это вам ой как пригодится. Многие выпускники уже сделали выбор. Среди них будущие бухгалтеры, артисты, медики и строители. А кого-то вдохновил пример любимых преподавателей. Я, да, я хотела бы стать учителем, вот, чтобы, ну, мне эта профессия очень близка, мне нравятся дети, я люблю детей. Выбрала гуманитарные предметы для сдачи ЭГЭ и поступлю, буду поступать в гуманитарный вуз. Еще не совсем определилась. В строительную сферу пойду, в строительный университет. Трогательные и волнительные минуты в жизни старшеклассников прошли и в 12-й школе микрорайона Чкаловский. Выпускников поздравляли учителя, родители и первоклассники. Поздравить приехал и глава города Александр Шалыгин. Особенную признательность выразил учителям и директору, ведь в этой школе учились и его собственные дети. А выпускникам пожелал дальнейших побед. Сегодня у вас финиш, и собственно после этого последнего звонка начнется старт к новой жизни. Поэтому разрешите мне, уважаемые все присутствующие, пожелать вам в этом нелегком для наших детей деле больших-больших успехов. Это очень волнительный день. Самое главное, конечно, хотелось бы своих учеников, своих дорогих детей видеть успешными, счастливыми, здоровыми. Хотелось бы пожелать им всего самого-самого наилучшего. И чтобы почаще приходили к нам, в нашу родную школу, помнили своих учителей всего-всего самого и наилучшего. Мы так привыкли к своим одноклассникам и учителям за 11 лет. Я 11 лет учусь в этой школе. Я не думала, что буду плакать в этот день, но сами видели, такой праздник для нас устроила наша школа. На вас большим мы смотрим восхищением. Вы гордость нашей школы беспрекрасна. И с замечательным сегодня настроением, с учетом днем последнего, мы поздравляем вас. А эти строчки для выпускников Щелковской гимназии. Три класса, 82 ученика, которые когда-то также поздравляли старшеклассников. Теперь взрослые они. И у каждого впереди свой профессиональный путь. Мне очень хочется пожелать каждому из них, во-первых, обязательно найти свою дорогу в жизни. Не забывать то хорошее, что дали им их учителя, их школа, которую они заканчивают. Обязательно реализоваться. Реализоваться профессионально, реализоваться в личной жизни. Ну и, конечно, сделать очень много добрых дел на благо Щелковского района. Напутственные слова от почетных гостей, любимых педагогов и родителей. Поздравления первоклашек. И хотя до экзаменов и поступлений в ВУЗ остается совсем немного времени, сегодня праздник трепетный, трогательный. Его ребята запомнят на всю жизнь. Это очень волнительно на самом деле. И, ну, не знаю, мы все равно еще, школа останется в нашем сердце. И мы останемся с ней, будем приходить, навещать всех учителей. Желаю всем поступить в институты. Ну, чтобы хорошо учились в институте. Выходя за порог школы, мы многое приобрели, опыта. Здесь нам помогали. Мы и падали, нам помогали вставать и идти дальше. Спасибо большое учителям нашим. Они воспитали нас правильными людьми. Мы идем по жизни с поднятой головой. Спасибо им за это. Справляться с трудностями, преодолевать препятствия. А, наверное, смотреть на жизнь с улыбкой. Скажу спасибо за то, что дали хорошую базу, да, для того, чтобы в дальнейшем, ну, определить себя в жизни, да. То есть ты общаешься с разными людьми, да, это как-то помогает тебе и контакт, и как-то компромиссы находить. Вот. Ну, в дальнейшем это, я считаю, что очень хорошие качества. Так прошли последние звонки в школах Щелковского района. Ребята стоят на пороге взрослой жизни. И ближайшее серьезное испытание им предстоит пройти уже в эту пятницу. Упускники отправятся сдавать свой первый единый госэкзамен. Наталья Медведева, Александр Гранич, Марина Познякова, Игорь Поляков, Михаил Черепанов и Станислав Беляев. Телерадиокомпания Щелково.